СОНИК БУМ МАМА БОТ Смотрите, мой яйцебезонный суперконфигуратор! Я сделал то, что не удавалось ни одному учёному до меня! Доказали изменение климата! Построил машину, создающую чёрную дыру. А ещё оно придаёт брокколи вкус яблочного соуса. Что вы будете с ней делать? Начну есть брокколи! И вместе с этим докажу раз и навсегда, что я величайший учёный в истории! Отлично, сэр! Глубинное восприятие для слабаков. А теперь я представлю своё гениальное изобретение научному сообществу и получу признание коллег! А-а-а, мы находимся на улице. Тянул до последнего? Я не могу проиграть! Камень, конечно, хорош, но думаю, что у меня преимущество. Привет, я Бет Землеройка. И это я сделала самостоятельно. А-а-а, солнечная система. Она стала меньше заселена без планеты гномов. Но других планет не существует. Это голограммы, проецируемые инопланетянами. Если не существует планет, тогда откуда взялись инопланетяне? Понимаете, теория частиц отличается от теории струн. Моё устройство! Ого, картофельные часы! Почему картофельные? Заводишь перед сном, и утром они дёргают тебя, как картошку. Мне нравится магнит. Добро пожаловать на ярмарку знаний! Видели, Леди Морж? Это платье у неё так давно, что оно трижды входило в моду. А! Ничего, да. Ну ладно. Награду за лучший проект получает Землеройка Бет с диаграммой солнечной системы. И, конечно, все получают приз за участие. Хоть вы не победили сразу, вы всё равно победили. А где мой приз? А вас дисквалифицировали. Вы превысили ограничения по росту для детского конкурса. А ещё ты получаешь неделю наблюдения за лучшим учёным деревни. Научным судьёй Тайлзом. Я знаю, что вас взбодрит. Давайте посмотрим, какая вам досталась игрушка. Член Совета Нямбургера? Кто решил, что детям будет интересен какой-то там бухгалтер? Мой сын выбрал этот камень самостоятельно. Смотрите, как она восторгается. Это просто обычный камень. Вот бы кто-нибудь любил меня так же бескорыстно. Не вы! Ну, может, робот — это решение? Загрузить рецепты, включая блинчики-смайлы, инструкции по оказанию первой помощи, колыбельные, сказки, где зло побеждает. Добавить в базу. Не играй с мячом в доме. Выключи телевизор. И будешь делать такое лицо, оно таким и останется. Новый робот будет хвалить меня за любые достижения. Привет! Сынок! Мама-бот! Мистер, вы знаете о науке все, правда? Ну, у меня есть несколько интересных изобретений. Представляю, летай сипед! А-а-а! Наука — это так увлекательно. Чем хочешь заняться, родной? Выбрать одежду на завтра или сходить за мороженым? Да, мороженое, мороженое! А потом в кино, или торговый центр, или чай в кафе «Пушистые собачки». Или, может быть, все вместе, а, мамочки? Мой мальчик! Вот едет Эгмобит! Я люблю тебя, мама-бот! Его связала мама-бот из шерсти с любовью. На что-то из этого у меня аллергия. Я собираюсь победить Соника, чтобы мама-бот гордилась мной. Не забудь обед, тыковка, и не ешь конфеты вместо изюма. Да, мама-бот. Вернусь, когда уничтожу Соника. Через микроскоп обычные вещи выглядят супер-классно или отвратительно. Нужно сразиться с Эгманом. Останься здесь в полной безопасности. С другой стороны, идем со мной. Куда? Присмотрите, Забет, вы хорошо ладите с детьми. Так, так, так. Это же королева ярмарки знаний. Вышло не очень. Ну, мама-бот запрограммирована любить меня бескорыстно, так что пока неудачники. Идем, Бет. Покажу тебе эксперимент с вытеснением воды. Вы, наверное, самые сильные на острове. Как вы стали таким сильным, мистер? Тренировка мышц корпуса. Исключительно. Мама-бот. Я потерпел унизительное поражение от этого синего ежа. О, мой бедный мальчик. Возможно, злодейство не твое. Ты хорошо ремонтируешь. Может, пройдешь курс починки кондиционеров. Но я же суперзлодей. Это почти то же самое. Ты ведь должна мною гордиться. Я бы гордилась, если бы ты был доктором. Я и есть доктор. Настоящим доктором. Вот и увидишь, когда я одолею Соника. Ты снова о победе над Соником. Он вроде хороший мальчик. Почему вы не можете дружить? Он мой злейший враг. Ты что? Соник, это мама Бот Эггмана. Мама Бот, ты меня позоришь. У моего малыша совсем нет друзей. Может, сходишь с ним в кино? Я заплачу. Будешь делать такое лицо, оно таким и останется. Некто по имени Мама Бот попросила сводить Эггмана в кино. Похоже, это ловушка. Знаю, но как же ей отказать? Она связала мне шарф. Надеюсь, моим фанатам он понравится больше. Мы должны были встретиться с Бет. Но ей интереснее смотреть, как Наклз все крушит, чем заниматься наукой. Она умный ребенок. Не сможет наблюдать за тобой вечно. Я хочу наблюдать за этим вечно. Привет. С помощью этой планки я могу показать, как металл проводит электричество. Или это. Что, Этиголовый? Мамочка организовала тебе сегодня еще встречи с друзьями? Моя любимая мама Бот хочет, чтобы мы помирились. Но я лучше тебя уничтожил. Что с тобой случилось? Меня побил Соник. Что ж, в таком случае мне самой придется помирить вас с Соником. Мы с Наклзом будем играть, пока я рассказываю тебе о науке. Скорость кокоса... Ну ты даешь, Наклз! Врезал же ты этой штуке! Эй, мистер! Секунду, Бет. А сможешь запустить его над деревьями? Ха! Да! Здорово! Завтрак на ужин! Спасибо, мама Бот! Какой вежливый юноша! Ну, Эмми, не хочу влезать, но вы с Соником друзья? Или... Мама Бот права, вы уже не дети. Кто выпустил тебя в таком виде? Тебе должно быть холодно. Я одолею Соника перед мамой Ботом, и она увидит, какой я злодей. Пф, починка кондиционеров. Вообще-то хорошо иметь запасной вариант. Я вижу твоих боевых роботов. Ты установил мне глаза на затылке. Я весь день планировал этот ужин, а ты все испортил. Ты мой сын. Ты не должен меня огорчать. Я тебя создал! Я твой отец! Я твой сын! Отец! Сын! Отец и сын! Ай! Комар, марш в свою комнату. Надеюсь, однажды твои дети разобьют тебе сердце так же, как ты мне. Я попал в облако! Я ученый! Наушники передают подсознательные сообщения от правительства. Да что вы! У них много способов контроля. Фтор в питьевой воде, отходы, диетическая сода. Да! Да! Если ты можешь меня наказать, я могу тебя стереть. Сладкий, ты получил мое письмо счастья на почту. Мама вот. Я тут подумал и... Ты едешь в кругосветный круиз. Какой сын сделает такое для своей матери? Я так горжусь. Что? Это очень серьезная сцена! СОНИК БУМ Не беспокоить. Нет. Стой. Воплощение зла. Зачем ты красишь мои руки? Фу! Тебе нужна ванна. И душ. И прочь из моей хижины. Кто ты вообще такой? Кто ты вообще такой? Вообще-то это вомбо-хряк. Крайне редкий величественный вид. Что-то он не кажется величественным. О, это слюна! Она выбрала твою хизину для ритуала гнездования. Прочь и не возвращайся, пока она не закончит. Ай-ай-ай! Ты что делаешь? Я представляю общество охраны животных. Меня выбрали председателем, чтобы проводить встречи в библиотеке. Правда? Оправдываешь звание? Так, мистер Ёжик. Как вице-председатель общества, я требую освободить помещение, пока мы не убедимся, что этому животному ничего не угрожает. Ай! Давно у нас не было пижамной вечеринки. О, журнал «Напарник». Кто на втором месте? О, журнал «Напарник» Съел? Ну, как дела дома? Наверное, веселитесь? Еще как! Обожаю побеждать Тейлза в битве мутантов. Да, приятель? Да. Заказ для... Сенника? А, может, для Соника? Нет, тут сказано Сенник. Одну минутку. Я больше не могу. Вы должны мне помочь. Он мой лучший друг, но жить с ним невозможно. Не знаете, сколько еще вомбо-хряк будет в хижине Соника? Может, месяцы? Нельзя торопить события. Но можно слегка подтолкнуть. Еще чуть-чуть, и клич «Бомбо-хряков» заработает. Прямо как Эггман. После акции съешь сколько сможешь. Похоже, у них не сложилось. Мы им поможем. Нужно только создать атмосферу. Добрый вечер, голубки. Сегодня наша фирменная. Рыба в травяной корочке, в кисло-сладкой глазури, дополненная бензозаправочным кукурузным сыром. Эти невоспитанные животные мне не нравятся, и они не симпатичны. Соника и его друзья не поймут, в чем дело, когда я приведу свой план в действие. Надо было использовать ароматические свечи. Они были. На упаковке сказано «свежий воздух». Это не аромат. Ты откуда свалился? Не вини свечи. Обсудим настоящую проблему. Твою ужасную игру на скрипке. А ну тихо. Вы расстраиваете это редкое, деликатное существо. Ну что, доволен, Тейлз? Мы потеряли жениха. Как я могу быть доволен? Пока мы от нее не избавимся, ты будешь громить мой дом и смотреть отчаянных домохозяек в деревне Гогоба. О, думаешь, с тобой жить приятно? Не смотрел в словаре слово «чистюля». Если бы смотрел, нашел бы ряд слов, описывающих «чистюлю», которые также описывают тебя. Быстрее! Экман запускает ракеты! А-а-а! Вам не остановить моих новых улучшенных шароботов! Они фактически несогрушимы! Я рассказал фактически. Вперед! Битва с Экманом! Мне нужно выпустить пар! Чужой зверь на поле! Ха! Я разберусь! Указом общества охраны животных теперь это заповедная зона. Перенесите битву в другое место. Отстань, Бобер! Я не обязан тебя слушать! Слушай! Это вымирающий вид! Переместимся сюда и уйдем с дороги! Я остаюсь здесь! А я буду сражаться здесь! Ладно. Готовь к уничтожению, Соник! Зачем ты его защищаешь? Он явно хочет быть уничтоженным! Он бросается под лазеры! Теперь общество объявляет и эту зону заповедной! Вот что бывает, когда вмешивается бюрократия! Злодейство страдает! Век бы больше не видать вам бахряка! Похоже, мой клич сработал слишком хорошо! Пожалуйста, сохраняйте спокойствие! Ваши крики очень расстраивают этих величественных животных! Это уничтожение, потому что в мире Девушки отдыхают Вот же! Вместе с самкой я насчитал 49! Не расстраивайся, а я вот считать не умею. Где-то должен быть еще один вомбахряк, но как его найти? У них очень специфический запах. Мой профессиональный нюх должен помочь. Ой, впереди что-то есть! Или приближаемся к вомбахряку, или проходим деревню Гогуба. Нужно найти 50-го. Я не могу жить с Тейлзом. Он каждый день пишет список дел на своей доске. К счастью, он ничего не пишет для меня, но на это больно смотреть. Соник сводит меня с ума. Он даже не знает разницу между стационарным лазерным отражателем и многофакторным лазерным преломителем. Да, смешные слова. Какой кошмар! Что это за ужасный запах? Вот ты 50-й. Вперед, Тейлз! За ним! Я предпочитаю, чтобы обед остался в желудке. Спасибо. А как иначе заманить его в хижину? Придумай, я устал делать за тебя грязную работу. Пускай они сами разбираются. Говори громче! Мой нос зажат! Знаешь, ты дырка от Бублика, Тейлз! Сам ты дырка от Бублика! Полагаю, мы оба дырки от Бублика. Может, лучшим друзьям не обязательно быть лучшими соседями? Возможно. Дай пять. Ладно, слишком долго. Это странно. Подвинем его. Жаль, нет с тобой твоего клича. Точно! Я могу загрузить звук в свой передатчик. С дороги, народ! Готовы! А-а-а! А-а-а! Девушки отдыхают Как скажешь. Теперь их пятьдесят, я могу вернуться домой, и мы можем переместить их в заповедник. И мы сделаем это, как только эти пташки найдут общий язык. Сколько это займет? Около недели. Что? Похоже, вы двое еще соседи. Хочешь сказать, вы трое? Я живу под твоим крыльцом. Ты не можешь там жить. Воспринимаю это как приглашение поселиться с тобой и Соником. Парочка опоссумов огорчит мой уход, но это того стоит. Пошли домой, соседи! Озвучено по заказу АО «Первый канал» «Всемирная сеть». Соник Бум Будут гонки. Быстрее! Пока мы не поняли, что прыгать с парашютом над вулканом – плохая идея. Ну вот. Да. Вот что значит спешка. Использую новый превращатель. Это портал в параллельный мир людей и гаек, да? Не совсем. Он применяет 3D-моделирование для создания разных предметов. Ясно, почему ты не назвал ее машиной для похищения гаек из параллельного мира. Фейлс, ты ведь можешь создать что угодно, не только крошечные гайки. Ты права? Да! Ты не умеешь веселиться. Можно создать что-то крутое, машину-печь для пиццы или даже гигантский болт. Машина и печь для пиццы требуют устройства побольше, а у меня его нет. Используй свое, чтобы построить большой превращатель, большой-пребольшой-перепревращатель, большого превращателя. Ответ простой, но сложно произносимый. 20 тысяч заправок картриджей и, наконец, все готово. Сделаем что-то крутое. Самый большой болт в мире. Или печь для пиццы, или машину. Машина тоже неплохо. Со встроенной печью для пиццы. Если уж строить машину, то многофункциональную. Функции, шмункции. Она должна быть монстром с гигантскими крушащими асфальт-колесами. И кто-то упоминал печь для пиццы. Нужно что-то модное, привлекающее внимание. И начиненное мощным оружием. Она должна быть закамуфлирована. Алло, мы создаем машину. В первую очередь, она должна быть быстрой. О! Может, каждый сделает свою машину? В спидстере Соника важно одно. Это быстрейшая машина в мире. Еще бы, она моя. У Соника скорость, но есть ли у него шины? Оптимальное транспортное средство готово ко всему. Будь то ямы, внезапное наводнение, или водители, не благодарящее, когда их пропускаешь. Мое авто идеальное для современной девушки. Подходит для поездки на пляж с опущенным верхом и устранения всех, кто мешает проехать. У моей машины нравящая технология невидимости. Бетки, листья, ну и все такое. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ого! Глядя на них вместе, начинаешь задумываться о том, насколько моя машина лучше наших. Моя утрет нос. Любой из этих развалю. Любопытно будет посмотреть. Моя лучше всех. Вот бы найти способ устроить соревнования между этими машинами. Или, лучше сказать, гонку. Скажи, это сарказм или глупость? Я что-то перестала различать. Я тоже. Вы готовы? Готовы дать тебе отбор. Три, два... Что тут происходит? Привет, мэр. На этой неделе мы построили машины и сейчас хотим определить лучшую... Хотите устроить гонку на общественной трассе? Это должно быть официальное мероприятие. Нужно получить необходимое соглашение, заплатить безумные налоги, и гонки должны быть открыты для всех жителей. Не все, что здесь происходит, касается вас пятерых. Правда? Да, похоже. Ладно, получим разрешение. Надеюсь, это будет быстро. Это был долгий и трудный восьмимесячный процесс, но разрешения выданы. День гонки наконец настал. Мероприятие привлекло таких тяжеловесов, как местный герой Йор Саник, какой-то Клэнс Клопштейн, и некомпетентный стажер Бейдж. Ай, как жаль. Они все так старались, и всем придется глотать мою пыль. Лично я буду глотать победное мороженое со своими любимыми вкусами. Ваниль, французская ваниль, ванильный стручок, чеснок. Погоди секундочку, Эггмен. Ты не можешь соревноваться в Эггмобиле. Это автогонка нужной колеса. Орбот, Кьюбот. Когда мэр опустит флаг, водители рванут к машинам, заведут их, и гонка начнется. Кроме этого, никаких правил. Правда? Никаких? Это опасно. И старт! Соник идет. Среди других неудивительных новостей трава зеленая, зимой холодно, а моей жене достанется дом на пляже. Все кажется так близко. В чем дело, Баркер? Отстаешь? Для меня это честь быть с вами сегодня. Ну, как тебе мой шлейф? Хуже, чем эта пицца из моей встроенной печи для пиццы. Дорога, Крошка! Знаешь, Стикс, камупляж лишен смысла, если ты кричишь на всю деревню. Ненавижу пробки! Крошка! 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 Может, стоило отдать чуть скорости в пользу управления. С другой стороны. Отлично. Наклс на хвосте. Но ненадолго. Я знал, что колеса на крыше – блестящая идея. Как он меня обогнал? Спасибо, Дэйв. Ты помог. Эй, я этого не заказывал. Теперь понимаю, как чувствуют себя наши клиенты. У меня идеальный аксессуар для твоей машины. Это будет взрыв! А теперь выпускаем шасси. Никому не кажется странным, что Лис может летать, а птице нужен реактивный рюкзак. Не такой быстрый на поворотах, а, Соник? Похоже, Соник выбивает. Как жаль, печаль. Победы! Ура! Похоже, мы отнеслись к гонке слишком серьезно. Теперь никто не победит. Зная Эггмана, он будет ликовать, прежде чем пересечь финишную черту. Если починим твою машину, у тебя есть шанс. Но нужно несколько деталей. Есть! Еще! Ну вот! И Эггман совершает преждевременное победное шествие. А почему бы и нет? Он уверен в победе, отбросив малейший шанс на справедливость. Нельзя побеждать Соника на голодный желудок. Смотрите, движущийся куст. Эй, секундочку. Похоже, победа еще не предрешена. Или нет. Смотря как вам знакома структура повествования. Весь этот хлам утяжеляет твою машину. Все-таки я молодец, не зря праздновал. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Спасибо зрителям и участникам. Это была лучшая гонка, что я видел. Каждый, кто старается... Победитель? Что это? Ну, это же просто призы за участие. Читай и плачь, Соник. Здесь сказано, я тоже победитель. Ай... Озвучено по заказу АО Первый канал, Всемирная сеть. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА СОНИК БУМ Блохастые проблемы. Измучительно! Как можно повышать цены на батончики и шоку ням-ням? Я люблю только их. Они очень популярны, сэр. На них основной спрос. Я требую, чтобы ты сейчас же отдал их мне. Иначе я заплачу лазерным ударом. Не лучший игрослов, но ты не отдал мне времени. Бросай батончик, Эггмен. Отлично, по лице веселья. Посмотрим, как вы справитесь с моим громаднейшим созданием, крайне ужасающим и остроумно названным гигантоботом. Наклз, подбрось меня. Ах! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да! Ага. Я создаю все больших роботов для борьбы с Соником и его жалкими друзьями. А получаю лишь больше груды металлолома. Гигантобот был самым бесполезным. Это не так, сэр. Да, ты прав. Вы самые бесполезные. Мне нужен новый план. Если размеры не помогают. Нужно их еще увеличить. Нет, глупец, их нужно уменьшить. Но ты попытался, это главное. При помощи микро-нанотехнологий эти блохоботы превратят страшнейшего врага в чесоточное недоразумение. О, покажи! На, мои блохоботы! Итак, нужно, чтобы вы две пустые головы посадили их на Соника. Ну, вот мы в нямбургере. Хоть и не питаемся едой. Два робота наслаждаются элегантной атмосферой полузвездочной закусочной. Осуществляйте план! Готовы впечатляться? Я просверлю дырочку и запущу блохоботов внутрь. Стикс даже не заметит. Кто там? Два робота наслаждаются элегантные. Вот они. Держись, чтобы они не поняли, что у меня плохи. Что нового? Ничего. С гигиеной никаких проблем. Это уж точно. Да, я никогда не был так чист. Эй, что за жуткое пятно на полу? Это не пятно. Это единственное чистое место. Я подниму. Схожу еще за кетчупом. У вас тоже плохи. Что? Нет, мы просто... Ладно так и быть. Откуда они взялись? Это не я. Я содержу свою ветхую хижину в чистоте. Наверное, это все старый ковер Эми. Он не старый. Он винтажный. Слишком дорогой для блох. Это Стикс живет в лесной норе. Сама он провел обряд защиты от вредителей много лет назад. Так, всем спокойно. Мы знаем, кто виноват. Это Накклз. Что? Как я посмел очернить свое доброе имя? Ребята, не важно, кто начал. Так сказал бы нулевой пациент. Это великолепно. Правда? Не еда. Мой план. А, тогда логично. А вы видели чистое место? От этих блох зуд хуже, чем от моего дезодоранта из ядовитого плюща. Стойте, блохи. Блохастым шкуркам нельзя в мой магазин. Но ведь только вы продаете противозудный лосьон. Можете хотя бы вынести его, чтобы мы заплатили снаружи. Ладно. Стоять, блохастые. Вы должны немедленно покинуть деревню. Вы нас изгоняете? Конечно, нет. Сажаем на карантин. Это как изгнание, только ограничений больше. Все еще не так плохо. От нас отворачивались и заменьше. Верно. По крайней мере, нам дали корзину лекарств. Внимание может вызвать головокружение, тошноту, изжогу и кошмары. О-о-о, я первый. Кто следующий? Эми, просто примерь ошейник от блох. Тебя никто не увидит. Продолжаем наш пеший тур. Это дом Тейлза. А внутри Эми Роуз. Ваньки-блоши на мошеннике. Прямо как уличные кошки. Да, боты. Берите все шоконям-ням, что сможете унести. Помогите. Где Соник с командой? Почему нас не спасают? Поздравляю. Указом мэрии я снимаю вас с карантина. Надеюсь, вы усвоили урок. А теперь будьте любезны. Эдмон только что разгромил деревню. Никогда не думали, может, вам что-нибудь сделать. Вы ведь полицейские, в конце концов. Эй, хватит болтать. Мы бы с радостью, но вряд ли от нас будет толк. Да, мы испробовали все средства. Этих блох ничто не берет. Может, это не блохи? Я был так занят чесоткой, что не подумал об этом. Разбирайтесь быстрее. Деревня сама себя не спасет. Особенно с моим братом во главе полиции. Ну, что поделаешь. Это не блохи, это блохоботы. Мы не умеем уничтожать жуков, но точно знаем, как уничтожать роботов. Сейчас покажем. Прости, Наклз, целился в ботов. Ты был просто сзади. Я все понимаю, мой друг. Прости, Наклз, целился в ботов. Не по голове, не по голове. Только два, и все? И зуб. Может использовать более научный подход. Более научный, чем удары? Они работают удаленно. Нужно лишь найти пульт управления. И я догадываюсь, где он может быть. Так, отдай пульт, жалкая... Знаете, если подумать, пульт, наверное, у Эггмана. Хм, вкус победы. С оттенком нуги. Вам сюда нельзя, вы принесете блох. Правда, это как-то невежливо. Мы все знаем. Отдай пульт управления блохоботами. Вот этот? Попробуй отними. Почищите кто-нибудь спину. Вот так. Ха-ха-ха! 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 О, я больше не могу! Возьми себя в руки Посмотрим, как этим блухам понравятся усы А ну прочь Тейлз, этот пульт – единственный способ их остановить Я уверен О, нет! Мама-бот! Было неразумно есть только батончиков Теперь у вас болит живот Меньше слов – больше дела АО Первый канал – Всемирная сеть ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА